Привет! Это арт-студия Единорог и я Инна. Сегодня я хочу научить рисовать тебя петушка восковыми мелками. Ну что, давай начнем? Сначала мы с тобой разместим область, в которой будем рисовать петушка. Нарисуем прямоугольник посередине листа, чтобы он у тебя был прям вот посередине, чётенько вот так вот. Давай нарисуй. Затем мы рисуем с тобой овал. Вот в этой области примерно мы нарисуем вот такой овал. Это у нас будет тельце у нашего петушка. Здесь мы нарисуем вот такой овал. Это у нас шея у петушка. Здесь мы нарисуем круг. Это у нас голова у петушка. Дальше мы с тобой нарисуем нашему петушку клювик. Вот так. Это у него клювик. Здесь мы нарисуем у него гребешок. Вот здесь область глаз. Она такая будет красная, как и клювик. Это глазик. Не как клювик, а как борода. Здесь мы нарисуем бороду. Ты знал, что у петушка есть борода? Вот такая. Теперь мы нарисуем тельце с шеей с головой. Для этого мы рисовали с тобой овал. Мы их с тобой обводим. Вот так. Здесь мы берем голову, шею и тельце. Эти дополнительные линии мы с тобой сотрем. Они нам не нужны. Мы с тобой их обвели. У нас получилось хорошее, ровное тельце. Вот здесь мы нарисуем петушку большой хвост. Вот так. Хвостиком я выхожу за границу прямоугольника. Но в этом ничего нет страшного, потому что ему нужно было нарисовать именно, чтобы у нас было по центру тела. То есть он у нас смотрится хорошо в листе. Здесь у нас будут у петушка штанишки. Вот такие. И ножки. Так. Одна нога. Вторая нога. И мы нарисуем нашему петушку крылышко. Так. Вот такое крылышко. Дополнительное теление мы сотрем снова. И квадратик стираем. Он нам больше не нужен. Петушок у нас получился красивый, ровненький, ладненький. Прямо посередине листочка. Так как нам нужно. Ну что, давай раскрашивать. Начнем мы с тобой с головы. С головы с гребешка из бороды. Берем красный цвет. И рисуем нашему петушку гребешок. Раскрашиваем ровненько. За края не доходим. Стараемся аккуратненько. Если ты не успеваешь, ставь на паузу. Рисуй. Догонишь нас. Потом будем продолжать вместе. А также ставь лайк и подписывайся на наши видео, чтобы не пропустить следующие уроки. Так же закрашиваю область вокруг глаз красным. Закрашиваем городу красным. Теперь я возьму оранжевый и буду закрашивать голову. Оранжевый мы с тобой нарисуем вот до этой области примерно. Здесь можно чуть-чуть вот так выйти за край. Смотри, видишь, как я рисую. У меня немножко остается вот такой переходик. Теперь я возьму коричневый цвет и буду закрашивать туловище. Сейчас внимательно посмотри, что я буду делать. Я вначале обведу... Ой, у меня не коричневый тут оказался. Вот коричневый. Обведу тельце по низу вот так вот. Смотри, теперь я беру своим карандашом и делаю вот так. Прям немножко захожу на оранжевый цвет. У нас получается плавный переход между цветами. Дальше я буду закрашивать все наше тельце. Обхожу пока крыло коричневым цветом. Штанишки также закрашиваем петушку коричневым цветом. Вот так. Не бойся, прям хорошо прокрашивай. Здесь можно погуще прямо коричневый цвет, чтобы видно было, что у нас здесь внизу тельце. Так, теперь берем снова рыжий, будем красить крылышкой. И так же, как я сейчас красила коричневым, мы вот в этой области заходим на коричневый, рыжий. И оставляем снова вот так вот на крылышке. Посмотри внимательно, видишь? У меня между штрихами есть пространство. Вот, теперь я возьму коричневый и то же самое, что и на шее сделаю здесь. Буду заходить на оранжевый. Посмотри, какой плавный переход у нас получился с тобой от коричневого к оранжевому. Как будто настоящие перышки у петушка, да? Вот какое замечательное крыло у нас получилось с тобой здесь. В нижней части тоже возьмем посильнее, начертим. Вот, теперь будем рисовать с тобой хвостик. Рисуем верхнее перо коричневым. Заштриховываем его так же. Вот такими линиями. Тоже пусть у тебя так вот в бок уходит немножко. Теперь берем рыжий. И вот так же в бок, чтобы у нас был переход. Чтобы у нас видно было, что перо ложится одно на другое. Вот так штрихуем. Видишь, какой интересный эффект у нас получается. Цвета смешиваются. У таких петушков очень яркий окрас, чтобы они могли привлечь к себе самку. И у них бывает часто в хвостике зеленый цвет. Вот возьмем такой зеленый цвет. И то же самое будем делать зеленым. Видишь, как я боком, боком вот так вот рисую. Захожу на оранжевый, чтобы у нас смешались цвета немножко. И возьмем снова коричневый, так же будем штриховать в бок. Здесь мы кончик делаем прямой, потому что у них там по кончику перья сужаются и вот такие остаются. Ну и последнее перо возьмем тоже оранжевое. Здесь мы уже закроем вот так, у нас будет закрытая такая линия. И она будет вот в эту сторону смешиваться. Вот такой хвостик у нас получается с тобой красивый. Так, теперь мы с тобой возьмем, а вот еще клюв нарисуем коричневый. Клюв нарисовали такой коричневый. И теперь, чтобы у нас рисунок получился поярче, по выразительней, мы возьмем с тобой черный цвет, черный блочек сколоть. И все это дело обведем. Обводим гребешок петушку. Обводим голову. Шейки, тут перышки немножко выступают над тельцем. Обводим клюв. Обведем эту часть тоже. Рисуем глазик. Белый кружочек вначале и тут внутри черный. Обводим бороду. Тельцы, штанишки. Крыло смотри, как я буду обводить. Я возьму вот от этой точки. Хвостик. И лапки. Полностью их будем рисовать черными. А еще, чтобы у нас получше получилась картинка, мы с тобой нарисуем траву. Что у нас петушок стоит на траве. Берем зеленые разных цветов. Вот у меня три есть. Дальнюю траву мы рисуем с тобой самым темным. Вот таким. Такими штришками. Палочки, палочки, палочки. Дальше берем чуть посветлее. И спереди самым светлым. Вот так. Посмотри. И видно, что у нас петушок с тобой стоит на травке. Вот такой замечательный петушок у нас с тобой получился. Я надеюсь, что у тебя тоже получился. И тебе он нравится. Ну а на сегодня все. Если тебе понравился наш урок, ставь лайки. Подписывайся на наш канал. И жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на сегодня все. Пока, пока.